Доброй ночи, с вами Санжар. Я хочу этим видео поделиться своим мнением о стоп-лоссе и тег-профите. Мне задали вопрос сегодня из Ташкента, начинающие трейдеры, типа, жаловались, что у них поймали стоп, что им делать, что много стопов они ловят, работают ли без стопа, или, ну, что делать со стопами, которые очень много ловятся. Я хочу, это лично сугубо мое мнение, я хочу посоветовать, что если человек использует стратегию со стопом, потому что есть стратегия со стопом, есть стратегия без стопа. Если без стопа, там свои правила, свои правила, свои лоты, например, риск, то есть, если стратегия со стопом, то можно немного с большим лотом открывать. Если стратегия без стопа, с усреднением, то надо лоты, соответственно, уменьшать. Если человек работает со стопом, стратегией со стопом, и у него ловится стоп, то уже не надо его двигать, не надо его менять, как бы. Если, например, изначально поставил стоп, все, надо смириться и закрыться, и потом заново анализировать рынок, и заново входить. Почему? Ну, насчет того, что стоп неправильно поставлен, это другой вопрос. Если у человека стоп неправильно стоит, то надо над стратегией поработать. То есть вообще в рынке, в графике стоп больше отражается, чем тег профит. То есть на графике показан, где нужно ставить стоп. Там явно видно, где надо стоп ставить. То есть маркет нам показывает, где им надо ставить стоп. Его уже, не надо его двигать. Если стоп поймался, все, значит, маркет, скорее всего, уйдет в другую сторону. Или еще раз потом надо будет найти вход. То есть новый сигнал появится еще раз, если даже не пройдет вершина. Но даст возможность еще раз открыться. Но стоп должен быть таким, чтобы, как бы, на ключевых зонах. И смотрите, если человек уже открывает позицию, он уже берет на себя риск. И если человек уже рискует, он должен за свой риск хорошенько заработать тоже. То есть надо находить, надо находить такие входы, где бы ваш стоп был в 3 раза, в 4 раза, в 5 раза меньше, чем ваш потенциальный таргет. То есть если вы будете заходить на рынок, и у вас будет стоять стоп на 10 долларов минус, и вы зайдете, а у вас таргет стоит на 10 долларов плюс или 5 долларов плюс, то эта стратегия обречена изначально. То есть вы, у вас вроде бы по количеству тех профитов будет больше, но малое количество стопов у вас все равно заберет ваши тех профиты, и у вас в итоге баланс будет уменьшаться. А если вы будете заходить в позиции, где у вас стоп в 5-6 раза меньше, чем ваш потенциальный таргет, то даже в случае, если у вас будут стопы, количество стопов будет больше, чем таргетов, но у вас в итоге баланс будет расти. К примеру, если даже 3 к 1 возьмете стоп и тех профит 3 к 1, из 10 сделок, всего 3 сделки достаточно, чтобы вы были в плюсе. То есть из 10 сделок с отношением 3 к 1, и у вас 7 стопов, если поймается, например, у вас будет 70 долларов минусов, и всего 3 тех профит, если поймается, с отношением 3 к 1, это уже 90 долларов будет в плюсе. То есть разница у вас будет 20 долларов в плюсе. То есть баланс будет расти. А насчет того, что если много минусов ловится, эта стратегия, значит, не работает или другое, это немного неправильно, потому что я просто по своему примеру скажу. Если вы видели вчерашнее мое видео, вчера я показывал, что у меня все позиции закрылись, и я даю новый сигнал на сегодня, то есть на 15 число. И у меня из 7 сигналов, по 7 парам, 5 открылись. То есть я же даю отложенный ловдер своим клиентам. Из них 5 открылись, 2 не открылись. Из 5 открытых на сегодняшний день 1 плавающий плюс, и 4 по текущий момент, 4 уже закрылись со стопом. То есть у меня 4 стопа поймались по 30 пунктов, 120 пунктов у меня стоп-лост сейчас, вчера и сегодня. Сегодняшний сигнал я уже сегодня более осторожно дал, то есть сегодняшние сигналы у меня не открылись вообще. И в итоге получается сейчас, кто пользуется моими платными сигналами, у них сегодня одна сделка открыта стоит, и общие с вчерашнего дня 4 стопа поймались. Но вот эта позиция, которая открыта, которая сейчас в данный момент плавающий плюс, но еще до таргета не хватает, если она дойдет до таргета, у него таргет будет около 180 пунктов, кажется. Я сейчас не помню, но в любом случае даже я смотрел. Вот эта одна позиция, она вот эти 4 стопа отработает и все равно будет в плюсе. То есть у меня сигналы, платные сигналы, как минимум 2 к 1 соотношением я даю, а так у меня средний больше 3-4 к 1 у меня средний показатель по сигналам. То есть при меньшем количестве тег-профитов все равно клиент и баланс будет в плюсе. Вот это важно в трейдинге. А не количество позиций, которые закрылись с плюсом, а качество закрытых позиций с плюсом. И если ваша стратегия или ваши сигналы или ваш торг поддерживает такое правило, это основное правило в трейдинге, чтобы ваш риск был в 3 раза, 4 раза, 5-6 раза меньше, чем ваш таргет. Тогда вы будете всегда в плюсе. Спасибо за внимание. Я надеюсь, что мое видео понравилось. Заранее извиняюсь за качество видео, потому что я сейчас на берегу возле пляжа Аджманского. Так как сегодня пятница, тут в Эмиратах выходной день, я вот решил вечерком прогуляться у берега, в море. Так что извините за кататься. Желаю вам всем удачи, счастливых выходных. Если вам понравилось мое видео, поставьте класс, пожалуйста.